В эфире Вести в студии Олесик Оряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. На период мини-каникул таможенные посты Молдовы будут работать в усиленном режиме. В столице задержаны двое подозреваемых в автомобильных кражах. Полиция выступила с рекомендациями, как обезопасить свою машину от рук преступников. Определена тема первого классного часа в новом учебном году. США угрожают очередным пакетом антироссийских мер. Официальным поводом по-прежнему звучит причастность Москвы к делу Скрипалей. В Черногории борются с сильнейшим лесным пожаром в туристическом районе Будва. А теперь все это и многое другое подробно. Сами решили, сами и отказываются. После того, как представители Кабмина проголосовали за 9-дневные каникулы для работников бюджетной сферы, глава правительства заявил журналистам, что он не будет отдыхать, а продолжит трудиться, так как дел полным-полно. Премьер Павел Филипп уточнил, что и другие его коллеги из правительственных учреждений не покинут свои рабочие места. Напомним, что по решению Кабинета министров каникулы начнутся 25 августа и закончатся 3 сентября. С таким предложением выступила Национальная конфедерация профсоюзов. Между тем, Федерация профсоюзов образования и науки и Федерация профсоюзов энергетики высказались против того, чтобы три рабочих дня между двумя национальными праздниками, День независимости и Лимбоностре, сделали выходными. И Ассоциация работодателей заявила, что эти мини-каникулы в конце августа приведут к дополнительным расходам и ущербу в частном секторе. Тем временем, на период мини-каникул число сотрудников таможенных постов будет увеличено. Об этом заявил глава таможенной службы Виталий Врабия. В обычном режиме работы будут функционировать также подразделения администрации Центрального аппарата и таможенных бюро. Сотрудники этих учреждений будут работать на основе утвержденных графиков работы, постоянно помогая таможенным органам незамедлительно рассматривать все запросы экономических агентов и физических лиц. Врабия попросил принять все меры по оптимизации движения транспорта, так как ожидается значительное увеличение потоков людей, которые предпочтут отправиться на время мини-каникул за рубеж. Эти меры включают в себя увеличение количества персонала и проверяющего оборудования, использование всех полос проверки, в том числе и встречных, а также участие руководителей таможенных постов и их заместителей в осуществлении контроля. Информацию о правилах пересечения границ можно получить по телефону 022 574 111. Также по этому номеру граждане могут подать жалобу на возможные злоупотребления, допущенные сотрудниками таможни. О других силовых структурах. Новая платформа для общения с полицией. Вызвать страж правопорядка можно будет онлайн на сайте полиции, либо через мобильное приложение. Для этого достаточно указать на карте место, где случилось происшествие, и выбрать его тип – от хулиганства до воровства. По словам главы генинспектората полиции Эдуарда Харунжина, платформа не нацелена на решение скорых проблем. Она скорее будет служить анализу преступности в городе. Карта угроз, то есть платформа, запущенная полицией, будет работать в тестовом режиме до конца нынешнего года. Пострадавший или свидетель преступления вызывает полицию, следуя нескольким этапам. Так первоначально указывается место, где произошло преступление, и выбирается его тип. Хулиганство, нарушение общественного порядка, употребления алкоголя или наркотиков в общественных местах, воровство или даже браконьерство. Всего на платформе можно выбрать 14 категорий наиболее распространенных нарушений. Также свидетель может добавить фотографии или видео случившегося. Например, сообщается о случае употребления наркотиков на территории учебного заведения. Это сообщение передается ответственному лицу в полиции. А во время планирования работы на неделю наши сотрудники будут в приоритете патрулировать этот участок в зависимости от тяжести преступления. Здесь не будут сообщать о срочных случаях. Это позволит нам сделать анализ. Имея этот анализ и статистику, мы будем распределять наши действия и силы. В полиции уточнили, что в экстренных ситуациях гражданам рекомендуется вызывать патрульных по единому номеру 112. Тем более, что платформа будет работать исключительно при подключении к интернету. В будущем мы планируем создать отдельное приложение для мобильных телефонов, где можно будет сообщить о случившемся моментально, и который сможет определить геолокацию телефона. Если у человека нет интернета, он сможет разместить информацию, она будет передана сразу, как только телефон подключится к интернету. В Генеральном инспекторате полиции выразили надежду, что приложение повысит эффективность борьбы с преступностью. Правда, у некоторых граждан нашей страны другое мнение на этот счет. Что звонить по телефону, что онлайн одно и то же? Полиция на сегодняшний день плохо работает. Нет смысла даже звонить. Этим не будут пользоваться, особенно если она работает через подключение к интернету. У многих его нет. Возьмем какую-то бабушку, которой нужна помощь. Как она сообщит? Вместе с тем представители молодого поколения говорят, что помогать полиции необходимо. А еще один способ связи с правоохранительными органами всегда будет кстати. Думаю, будет полезно, особенно девушкам, а также мамам с детьми. Повсюду есть опасные люди. Отметим, на данный момент платформа «Карта угроз» доступна на сайте aminitzar.policia.md. Также в Генеральном инспекторате призывают граждан продолжать пользоваться услугой вызова полиции по Вайбер по номеру 0780 90 90 2. Наталья Фоминар, Услан Каунов, Вести, Молдова. И еще о деятельности страж правопорядка. Офицеры управления розыска муниципальной полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении ряда краж из автомобилей. Как орудовали задержанные в столице и что рекомендует полиция водителям – далее в сюжете. Оставленные в машине вещи – большой соблазн для преступников. Поэтому автовладельцам следует быть осторожным и не полагаться на авось или же на мысль «вернусь быстро». Для тех, кто положил глаз на сумку или другую вещь, оставленную в автомобиле, порой хватает и нескольких минут, чтобы взломать дверь или разбить окно. Автовладельцы признаются, что ценные вещи в машине не оставляют. Ну а если приходится, то ненадолго. Я не оставляю машину надолго вне зоны видимости. Вот и все. Поэтому и ценные вещи, такие-то определенные ценные вещи я не вожу в машине. Если там лежит 200 лей, то это не ценные вещи. Не оставлять на видном месте, чтобы не было желания ни у кого разбить стекло, а залезть и забрать. У меня машина чаще всего просто в гараже, она надолго сама на улице не остается. Всегда берут ценные вещи с собой, безопаснее при себе держать. Двух мужчин в возрасте 34 и 40 лет, которые наживались за счет таких преступных действий, как кражи из автомобилей, задержали офицеры управления розыска муниципальной полиции. Подозреваемые проникали в автомобиль и взламывая стекла. Таким способом им удалось украсть в одном случае сумку с пятью тысячами леями и личными документами автовладельца, а в другом также сумку с документами и денежными средствами в размере трех тысяч леев. Как сообщает столичная полиция, задержанные признали свою вину. Им грозит штраф от 13 тысяч до 27 тысяч леев, неоплачиваемая работа на благо общества от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до четырех лет. Во избежание подобных случаев и в целях защиты автомобиля от действий преступников, полиция рекомендует автовладельцам придерживаться следующих правил. Установить сенсорную систему сигнализации под капотом машины и на стеклах, проверять при выходе из автомобиля закрыты ли хорошо все окна и не оставлены ли ключи в замке зажигания, не парковать машины ночью в плохо освещенных местах, не оставлять на виду в автомобилях ценные предметы. Также стражи правопорядка и администрация общественного транспорта призывает следить за своими личными вещами и в троллейбусах, автобусах и в особенности в маршрутках. Именно там, где много людей в небольшом пространстве, карманникам легче всего совершать кражи. Наталья Фомина, Руслан Каунов, Вести, Молдова. А теперь о транспорте общественном. Измененное движение и маршруты нескольких микроавтобусов в столице. С сегодняшнего дня и до 9 сентября будет временно приостановлено движение по улице Александру Лопушняну на участке между бульваром Штефано-Чалмарь и улицей 31 августа. Также с 3 по 23 сентября транспортное движение по 31 августа между улицами Александру Лопушняну и Томачорба будет полностью перекрыто в связи с проведением там ремонтных работ. Из-за этого изменятся и маршруты нескольких единиц общественного транспорта. Так, микроавтобусы номер 101 и номер 103 будут курсировать от бульвара Штефано-Чалмаря по улице Томачорба, улице 31 августа и далее по установленному маршруту. Микроавтобусы номер 114 и номер 108 будут передвигаться от улицы Михаевитязл по бульвару Штефано-Чалмаря, улице Томачорба, улице 31 августа и далее тоже по установленному маршруту. Водители, планирующих пересекать указанные зоны, просят соблюдать временные дорожные знаки. Продолжаем выпуск. Визит президента Турции Раджи Патаипа Эрдогана в Молдову состоится не 27 августа, как изначально планировалось, а осенью. На осень перенесут и официальное открытие здания президентуры, а сами ремонтные работы завершат в День независимости. На осень запланирован визит другого высокопоставленного гостя – спецпредставителя президента России по торгово-экономическим связям с Молдовой и Приднестровским регионом Дмитрия Козака. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». ДПМ готова к парламентским выборам. У нас самая сильная и организованная команда и на центральном уровне, и на местном. Об этом заявил вице-председатель Демократической партии Сергей Сырбу в интервью для портала «Трибуна». По его словам, территориальные организации ДПМ определяют потенциальных кандидатов. Среди них авторитетные, успешные и известные в своих сообществах люди. В результате будут отобраны самые лучшие кандидаты и по одномандатным округам, и по партийному списку. Выразил уверенность Сырбу. Присоединиться к протесту 26 августа призывает граждан движение национального сопротивления АКУМ. С таким заявлением выступил председатель партии «Платформа действий и солидарность» Андрей Настаси, призвав граждан брать с собой палатки, в которых можно будет переночевать и отпраздновать День независимости. Напомним, что на 26 августа запланирована масштабная антиправительственная акция протеста, в которой также примут участие граждане Молдовы, проживающие за рубежом. Сегодня сотрудники Национального инспектората патрулирования провели операцию по выявлению на трассах водителей, которые уклоняются от административной ответственности за право нарушения. В частности, речь идет о нарушителях, выявленных с помощью камер мониторинга дорожного движения. Операция проводилась на трассах района Яловень, Страшенья, Нениной, Ханчешти, Чемишлия, где были задействованы мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования, оснащенные приборами измерения скорости типа радар. Кабмин Украины намерен предложить молдавской стороне начать строительство моста через Днестер у города Ямполь Винницкой области. По словам украинского вице-премьера Владимира Кистона, путь через Кишиноу-Киев соединит между собой Бухарест, Софию, Афина и Стамбул. А кратчайшим наземным отрезком пути будет дорога через город Ямполь Винницкой области. Соответственно, проект выгоден не только Украине и Молдове, но и всему Евросоюзу, отмечают в правительстве соседней страны. Министерство здравоохранения будет убеждать представителей религиозных культов в необходимости вакцинирования своих детей. Остальных родителей постоянно информируют о последствиях отказа от прививок. Тем более, что без справки о вакцинировании в образовательные учреждения страны детей не принимают. Отметим, что в настоящее время в стране действует оранжевый уровень опасности в связи с ростом числа заболевших кориум. Только в августе в стране зарегистрировано 56 подтвержденных случаев кори и 83 подозрения на заболевание. Страшная авария произошла минувшей ночью в районе Штефан-Воды. В трактор, который двигался по дороге с выключенными фарами, врезался автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Кишнеузатока. От удара трактор вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем, в котором находились двое взрослых и ребенок 4 лет. Водители легковушки и его пассажирка скончались. Несовершеннолетний госпитализирован в тяжелом состоянии. Вследствие столкновения также скончался 31-летний пассажир автобуса. 11 человек в возрасте от 30 до 67 лет доставили в больницу с различными травмами. Меньше сидеть в кабинетах и больше времени уделять общению с жителями города. Это рекомендует чиновникам мэр муниципиа Белц Николай Григоришин. Градоначальник отметил, что такие встречи нужны и самим людям, и представителям местной администрации, поскольку личное общение с горожанами является своеобразным показателем эффективности их работы. Как должен работать образцовый чиновник своим личным примером демонстрирует и сам Григоришин. Так, на прошлой неделе мэр выехал на улицу Гагарина с инспекцией, чтобы оценить качество ремонта на этом участке. Работами глава северной столицы остался доволен. В Приднестровье не намерены повышать пенсионный возраст. Об этом сообщил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский, отметив, что для начала нужно повысить продолжительность жизни. С пенсионерами будет заключаться срочный трудовой договор, и если сотрудник пенсионного возраста справляется с обязанностями, и профессионально, и психологически он будет работать. В противном случае место должен занять более молодой специалист. Отметим, что в Приднестровье женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины в 60. Продолжаем выпуск. Новый учебный год по всей Молдове стартует с единого классного часа под названием «Язык, история и земля». «Три кита, которые держат нацию», 90-летие Иона Друце. Так распорядилась министр образования, культуры и науки Моника Бабук. Школьникам расскажут биографию молдавского писателя, о его роли в продвижении национальных ценностей, познакомить с его произведениями затронут актуальность его творчества. Отметим, что Ион Друце родился 3 сентября 1928 года в селе Хородиште района Дандюшень. Среди произведений, вошедших в Золотой фонд отечественной литературы «Последний месяц осени», «Бремя нашей доброты», «Белая церковь», «Птицы нашей молодости», «Возвращение на круги своя». Ранее, напомним, представители либеральной партии обратились с запросом в Главное управление образования и спорта с тем, чтобы первый урок в новом учебном году был посвящен столетию Великого объединения. Однако запрос был отклонен на основании того, что тему классного часа в новом учебном году определяет Минпросвет. И новости спорта далее. Виллопробег в честь 28-летия провозглашения Гагаусской Республики и православного праздника преображения Господня состоялся в селе Чешмекой района Вулканеждь. Организовал его настоятель местного Успенского храма с целью привлечь молодежь к здоровому образу жизни. В велозаезде приняли участие 20 детей. Общая протяженность маршрута составила 10 километров. О других новостях спорта в нашем следующем обзоре. Футбольный клуб «Саксан Чадерлунга» на своем поле уступил команде «Сынджерей». «Сороки» минимально уступили соперникам в матче 12-го тура дивизии «А». Единственный гол на 35-й минуте первого тайма забил Дмитрий Маняков. В настоящее время лидирует в турнирной таблице дивизии «А» футбольный клуб «Кодрум». У него в активе 30 очков, заработанных в 12 матчах. Единственная команда из Гагаузии «Саксан» занимает в турнире 11 место из 12 и находится в зоне вылета в дивизию «Б». В активе команды после 12 матчей лишь 8 очков. Первый в истории официальный матч женской национальной сборной Молдовы по футзалу со сборной Армении закончился поражением хозяек площадки. Капитан и защитник Кристина Мустяцы заявила, что у команды остается еще один шанс – поединок со сборной Белоруссии. И в нем молдавская сборная прибавит. Положение в группе «С» чемпионата Европы по мини-футболу выглядит следующим образом. Армения – 3 очка, Белоруссия – Молдова – по 0 очков. В Молдове пройдет третий этап национального чемпионата по дрэгрейсингу. Его участники будут соревноваться в спринтерском заезде на дистанцию 402 метра. Организаторы назвали этот этап «Кубком независимости». Состязания пройдут на территории международного аэропорта «Белть». О своем участии в них заявили уже 40 гонщиков из Молдовы и других стран. Организаторы обещают зрелищное шоу и щедрые премии. Соревнования пройдут 26 августа в воскресенье. Старт в 10.00. Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» прилетел в Молдову для участия в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с молдавским шерифом. Игра состоится 23 августа и начнется в 20.00 на главной арене спорткомплекса «Желто-Черных». Между тем, у шерифа есть все шансы снова стать чемпионом Молдовы. Команда из Тирасполя опережает на 7 очков милцами после победы в Архей со счетом 2-0. Сейчас короткая реклама. Сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире «Вести» и мы продолжаем говорить о главных событиях дня. Далее перейдем к основным новостям из-за рубежа. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал призыв британского коллеги Ханта усилить санкции против России. В стране, которая все никак не покинет ЕС и в то же время пытается заразить русофобией и без того неизлечимые от нее Штаты, стоит вести себя скромнее. Почти треть часовой речи главы британского Амида Вашингтоне, послушать которую главный ее адресант президент Трамп так и не приехал, гость из Лондона агитировал за изоляцию Москвы. А перед поездкой дал интервью телеканалу BBC, не вспомнив, что этот канал президент США приравнял к поставщикам фейковых новостей. Впрочем, теперь на BBC ополчились и сами британцы. 160 тысяч сообщений за первые несколько часов акции и хэштег «Выключим BBC» выходят в топ британского твиттера. BBC позорит большинство британцев своей неприкрытой поддержкой политики правительства и попытками промыть мозг людям, утверждая, что хороший политик является антисемитом. Этот телеканал день за днем обманывает нас. Главным поводом стало освещение скандала вокруг лидера лейбористов Джереми Корбина, которого сейчас обвиняют в антисемизме. Тысячи пользователей твиттера сочли материалы корпорации однобокими. Обвинение целенаправленной кампанией по уничтожению репутации политика. Корбин представляет угрозу для британского правительства. Он выступает против войны, против введения санкций, против деятельности НАТО на западных границах России. Именно поэтому правящие круги британского правительства не хотят допускать, чтобы он стал премьер-министром. Репортажи BBC о России, Украине и Сирии зеркально отражают пресс-релизы Министерства иностранных дел и премьер-министра Мэй. Нередко обвинения в необъективности британских СМИ звучат уже даже в прямом эфире. Очень интересно, что вы обвиняете людей в лицемерии, в то время как сам канал BBC постоянно лицемерит. Ваши попытки демонизировать Джереми Корбина и выставить его как защитника террористов абсолютно возмутительны. Обвинения в адрес BBC ситуацией вокруг Джереми Корбина не ограничиваются. Тут и реформа здравоохранения, и конфликты в Сирии и Йемене. Среди тем, отмеченных пользователями Твиттера и отравления в Солсбери и Эймсбери. Аргументацию с высокой долей вероятности достаточной считают не все. Портрет России и британских СМИ максимально отрицательный. Британское правительство выступает против России, а такие каналы, как ITV, BBC и Channel 4 отражают позицию государства. При этом, согласно Харти и BBC, корпорация обязана сохранять без пристрастности и не подыгрывать ни одной из политических партий. Бюджет старейшей в мире вещательной организации формируется из специального налога, который платят все жители Великобритании, владеющие телевизорами. Сейчас он составляет 150 фунтов стерлингов в год. Но вот 3,5 миллиона британских граждан только за последние 4 года решили больше BBC не платить ни пенсам. Хотя раньше компания абсолютным большинством воспринималась как национальное достояние, которое поддерживать просто необходимо. В интернете легко найти инструкцию, как перестать платить так называемый лицензионный сбор. Это слишком дорого. Они предлагают людям много услуг, в которых они не нуждаются. Я не смотрю телевизор и BBC. У меня есть мой ноутбук, и я не собираюсь платить этот налог. Перед зданием BBC в Глазго прошел небольшой митинг. Шотландцы недовольны редакционной политикой корпорации, чью работу они оплачивают из своего кармана. По данным агентства, статистика популярность новостных программ в первом квартале этого года оказалась самой низкой за последние шесть лет. Между тем, Россия ждет от США конкретики по предложениям о сотрудничестве в регулировании ситуации в Сирии и на Украине. Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Ройтер заявил, что готов рассмотреть этот вопрос, если Россия сделает что-то, что будет полезно для США. В Кремле позитивно относятся к недавним заявлениям администрации США о желании сотрудничать с Москвой, но больше приветствовали бы их конкретные действиям. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа, который накануне назвал условия для возможного снятия ограничений для начала сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии и Украине. О бестненных причинах санкционного давления напомнил глава российского МИД Сергей Лавров. Всем понятно, что санкции в отношении России введены не из-за Сирии, не из-за Украины, не из-за Крыма, не из-за чего бы это ни было, кроме как из-за желания использовать методы недобросовестной конкуренции, продвигать абсолютно бесперспективную политику сдерживания Российской Федерации. Как говорил президент Путин на пресс-конференции с президентом Трампом в Хельсинки, печально, что определенные политические круги в США сделали отношения с Россией разменной картой в внутриполитической борьбе А пока США угрожают России ввести очередной пакет антироссийских мер. Официальным поводом по-прежнему звучит причастность Москвы к делу Скрипалей. Также готовится новый санкционный список, причем за будущее вмешательство в выборы. А накануне США расширили уже существующий санкционный пакет якобы за сотрудничество Северной Кореи и кибердеятельность. Под новые антироссийские санкции США попали шесть российских судов, которые якобы в нарушении других санкций против Северной Кореи доставляли нефть. Под ограничениями теперь компания-судовладелец из Владивостока и еще несколько фирм. Пополнился американский черный список и физическими лицами, а именно двумя фамилиями россиян. С этого дня также вводятся санкции в связи с так называемым делом Скрипалей. Столь желаемый Крым в России, а столь ненавистный Башар Асад все так же в Сирии. По традиции много говорили сенаторы об угрозе американской демократии со стороны русских хакеров. Однако новый пакет жестких санкций включающий меры против российского госдолга до промежуточных выборов в Конгресс скорее всего рассматривать не будут. Перенесут на октябрь или ноябрь. Мы очевидно принимаем жесткие меры против России, но мы не видим, чтобы ее поведение как-то изменилось, верно? Они продолжают делать то, что делали годами. Десятилетиями прозвучало в зале. Помощник госсекретаря Уэс Митчелл совершил экскурс в историю зловредного поведения русских и проследил его аж до 30-х годов прошлого века. Большевики, а затем и советское государство. С ними в той или иной степени согласуется то, как сейчас стратегически себя ведет Россия. Проводит операции влияния. Только инструменты изменились и масштаб. Произошла цифровизация. Компания Майкрософт объявила, что сорвала возможное вмешательство российских хакеров в предстоящие выборы в Конгресс. В Москве назвали это расчетом на политический вау-эффект, но в Вашингтоне он отлично работает. Так же, как и обвинения в адрес Дональда Трампа, что он договорился с Кремлем. Ключевой фигурой бывшему руководителю избирательной кампании Трампа Полу Манафорту присяжный вынесли вердикт виновен по 8 из 18 пунктов обвинения. Но ни один из них не связан с Россией. Манафорта поймали на налоговых махинациях. Впереди у него еще один суд за то, что не зарегистрировался иностранным агентом. Но опять же, работал Манафорт не на Россию, а на Украину. Фейк-ньюс и охота на ведьм, связанные с Россией, вот главная комбинация на сегодняшний день. Где сговор? Они все еще пытаются его найти. Так где же он? Найдите этот сговор. Мы тоже хотим его найти. С Россией, как выясняется, не связано ничего с того, что пока предъявил спецпрокурор Мюллер. На удары на Трампа посыплются все более болезненные. Его личный адвокат Майкл Коун сдался ФБР и признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов. И главное, что во время предвыборной гонки по указанию Трампа заплатил двум женщинам за молчание. Среди них порноактриса Сторми Дэниелс. Кроме морального аспекта для Трампа могут быть и юридические последствия. Выплаченные дамам 289 тысяч были корпоративными деньгами, принадлежащими компании Трампа, что трактуется как нарушение правил избирательной кампании. И громкие обвинения, что это была попытка повлиять на выборы, уже звучат. О других событиях в мире коротко расскажем прямо сейчас. В Евросоюзе задумались о создании американского аналога платежной системы SWIFT. Главная цель – исключить возможность давления на Европу со стороны США с помощью этого инструмента. Как заявили в МИД Германии, независимый от штатов платежный канал, позволит усилить европейскую автономность. Он также необходим для сохранения иранской ядерной сделки и защиты от санкций, которые США вводят против Тегерана. Таким образом, ЕС даст понять Вашингтону о желании сотрудничать с Ираном. Стали известны официальные причины, по которым на Украине задержали российское судно «Механик Погодин». Как заявил владелец танкера, в Киеве нашли формальный повод. В 2011 году строительство корабля финансировала компания, которая входит в санкционные списки. Однако «Механик Погодин» уже 8 лет принадлежит частной фирме. И этот факт украинские власти просто проигнорировали. Таким образом, задержание полностью незаконно. Владельцы уже направили Киеву требование отозвать претензии. В Европе новое обострение миграционного кризиса. Италия угрожает вернуть в Ливию всех беженцев, которые прибывают к ее берегам. Вот уже третьи сутки там не может решиться судьба почти двухсот беженцев. Власти разрешили судну с мигрантами причалить к Сицилии, но не дают людям разрешения сойти на берег. Высадились лишь те, кто остро нуждается в медицинской помощи. В Риме сделали жесткое заявление, что если другие страны ЕС не будут выполнять свои обязательства по миграционным вопросам, то Италия примет меры. Глава МВД страны Матеус Альвини настаивает на том, чтобы беженцев забрала Мальта. Именно в ее территориальных водах и подобрали нелегалов. В Черногории борются с сильнейшим лесным пожаром в туристическом районе Будва. Огонь спустился с гор в районе поселка Река Режевичем. Вдоль международной адриатической трассы образовалась полоса пламени длиной в пять километров. Экстренным службам пришлось провести эвакуацию. В тушении задействован пожарный самолет. Поблизости расположен средневековый православный монастырь, который является одной из достопримечательностей региона. В России сегодня отмечают День государственного флага. Во всей стране проходят праздничные концерты, выставки, спектакли и флэш-мобы. А в Москве прошел фестиваль красок Триколора. Раньше всех начали отмечать праздник на Дальнем Востоке. Флаг, как огромный парус, развивается на ветру. Огромное полотнище шито на Приморской фабрике шесть лет назад. И с тех пор флаг разворачивают на каждом государственном празднике. Но этот день особенный для государственного символа. Шествие окутано цветным дымом в тонах Триколора. Белый символизирует мир, синий – верность, а красный – силу и мужество. Это наша символика, символика Российской Федерации. Мы должны ей гордиться, воспитывать у всех наших подрастающего поколения гордость к стране, единство. Огромный флаг в этот день развернули и в Якутии. Множество маленьких Триколоров раздали прохожим, попутно разъяснив, что это государственный символ, хоть и в миниатюре. Поэтому обращаться с таким подарком нужно бережно. Праздник очень важен, особенно для нас, для спортсменов, потому что стоя на пятистале, мы всегда безумно гордимся тем, что в нашу честь играет гимн нашей страны, и мы видим наш Триколор. В Южно-Сахалинске сегодня дождливо, но это не омрачило праздник. Горожане смогли отправиться на бесплатную экскурсию по галереям исторического парка и послушать лекцию об истории флага. И даже самые маленькие запомнили очередность цветных полос. Белое, синее, красное. Это очень волнительно, это гордость какая-то и за школу вдохновения, и за себя, что я в этом принимаю какое-то участие. Я тоже часть всего этого. Фасад медицинского колледжа в Екатеринбурге украсили 36 триколоров. Флаг России здесь в каждом окне, и это только начало праздника. Вся Россия сегодня окрашена в цвета своего символа. И еще одна новость в завершении. Лето, джаз и рок-н-ролл. В Крыму на Всероссийском молодежном образовательном форуме Таврида прошел грандиозный голоконцерт оркестра духовых инструментов. Музыканты стали участниками пятой творческой смены, которая объединила начинающих вокалистов, рэп-исполнителей и диджеев со всей России. Самые талантливые получат уникальную возможность уже послезавтра выступить на международном джазовом фестивале в Коктебеле на одной сцене со звездами мирового уровня. Музицируют, сменяют друг друга и длятся до полуночи репетиции. Отчетные концерты, мастер-классы от метров народных артистов России. Солиста группы Лебе Николая Расторгуева, дирижера Юрия Башмета, музыканта Стаса Намина. Происходило общение в формате вопрос-ответ. Молодых музыкантов интересовали, например, вопросы поддержки коллективов, исполняющих классическую музыку и законодательного запрета на использование фонограмм на массовых выступлениях популярных артистов. Безусловно, образовательная смена Всероссийского форума Таврида признана поднять общий уровень мастерства молодых исполнителей, дать новые импульсы и мотивацию певцам и музыкантам. И, конечно, это дает им новые шансы. Я здесь был в прошлом году, мне еще понравилось. Я даже напросился, говорю, возьмите меня. И у меня было несколько дней, и вот я прилетелся. Здесь есть возможность общаться напрямую с известными продюсерами-музыкантами. Юрий Башмет поделился планами на следующий форум. У нас есть региональные молодежные оркестры, их примерно 20 в стране. Оттуда взять ведущие голоса и здесь в Тавриде в следующем году сделать сборной из уже существующих региональных молодежных оркестров. У нас есть звезды. Замечательно, что об этом думают люди, чтобы их не бросать, чтобы помочь и определиться, и дальше надо следить за судьбой. Сегодня вечером здесь состоится отчетный концерт. Выступать будет духовой оркестр Таврида, молодые исполнители из мастерской Елены Образцовой и мастерской Ольги Кормухиной. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова